Накануне в столице в Государственном национальном русском драмтеатре имени Чингазайтматова состоялся праздничный концерт «Весна. Любовь. Победа», посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 74-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. На концерте на одной сцене выступали российские и отечественные артисты, которые исполнили военно-патриотические номера. Военно-патриотичные концерты призваны напоминать о событиях военных лет, о том, как было тяжело в то время и с каким трудом нам досталась победа. Так, накануне в русском драмтеатре состоялся праздничный концерт «Весна. Любовь. Победа». Артисты, выступая, пропускают через себя все то, через что прошли люди военных лет. 12-летний Белек Мукторбеков исполнил песню «Не плачь девчонка», которая ему очень нравится. Он занимается вокалом уже 6 лет и принял участие в конкурсе военной песни «Белые журавли». В прошлом году я участвовала в конкурсе «Белые журавли». Там я пела песню про дедушка. Мне нравится петь лирические, классические, военные, романсы, эстрадные. Концерт был посвящен 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И главными гостями были, конечно же, сами ветераны и те, кто пережил страшную блокаду Ленинграда. Председатель общественной организации «Кыргызское общество блокадников Ленинграда» Анна Кутанова выступила с приветственной речью. Она напомнила, как тяжело далась победа и сколько всего пришлось пережить людям того времени. Мы пережили очень многое во время блокады. Каждый второй человек в Ленинграде погиб. И поэтому, конечно, это такая огромная потеря. И поэтому, конечно, хочется вспоминать и хочется, чтобы никогда и никто не почувствовал вот еще повторение этой страшной войны. Концерту готовились не один месяц. Ведь такие концерты несут в себе патриотическое воспитание и память военных лет, которую нельзя забывать. Но это не единственное мероприятие, проводимое в столице в преддверии Дня Победы. Традиционно ко Дню Победы мы готовим фестиваль военной песни «Белые журавли». И сегодня лауреаты этого фестиваля выступают с песнями военных лет. Также мы готовим с 2015 года вальс Победы. В этом году вальс будет проходить, предваряя колонну бессмертного полка на площади Победы. А также нас ждет вечерний блок, это концерт фестиваля «Белые журавли» и выступление артистов российской эстрады. Первый раз подобный концерт в честь Дня Победы проходил в 2014 году, и с тех пор это стало доброй традицией. Важно и то, что в мероприятии участвует не только старшее поколение, но и молодежь, чтобы через песни, танцы и театральные постановки познать быт того времени и помнить о подвиге предков. Спасибо.